Харьковская область, Купинское направление. Охотники с заназемными целями армии РФ выезжают на позиции. Говорят, добраться к месту работы – самый опасный и сложный процесс. За их передвижением наблюдают беспилотники противника. Правда, там только в окна повылетали, но весь особый склад, который бы перебывал в автомобиле, был бы в безопасности. Полювали, да, вообще? С утра здесь вовсю гремит фронт. Это приход, это был взрыв. Звуки взрывов от работы украинских бойцов не отвлекают. На подготовку техники для боевых вылетов уходят не более пяти минут. А тут гучно, а справедливо, это не привлекает, когда вы чувствуете фронт, нет? Нормально. Мы очень спокойно все делаем. На позициях, на самых боевых, мы спокойно все делаем. Если что-то не получается, мы не спешим, потому что это работа с боеприпасами, и на самом деле она очень небезопасна в таком перемещении. В этой ударной команде двое бойцов – штурман и пилот. Вся коммуникация отработана до мелочей. Сейчас изображение есть. Картинка есть, вязок есть. Цели у операторов FPV разные. Это и российская техника, и блиндажи с пехотой. Недавно защитникам удалось подбить российский бронетранспортер. Пока ребята готовятся, есть возможность показать полутора килограммовый снаряд именно таким. Не так давно нашим защитникам удалось подбить российский МТЛБ. Была цель, она была спонтанной, потому что она заехала выпидать пехоту, быстро среагировали. Наш вылет был, мы вклалися в одну минуту. Там уже загорелась солярка, и были, скорее всего, боеприпасы, потому что они там начали стрелять. Вывод, детонация началась. Бойцы говорят, каждый удачный выезд и пораженная цель приближает Украину к победе. Когда подбили МТЛБ, жирная цель, реакция такая была, динамичная. Она неимоверна, просто была реакция. Хотелось еще и еще лететь, но мне нравится, как она горит. После выполненных боевых задач вновь опасная дорога назад. Защитники уже хорошо знакомы с ударами российской авиации и такой же охоты на них дронов противника. Мы пускаем один-два, другого, например, они пускают від десяти и больше. Украинские пилоты ударных FPV-дронов говорят, у противника также намного больше средств радиоэлектронной борьбы. Но боевым птичкам украинских пилотов удается преодолевать большие расстояния и наносить удар своим целям. Алена Грамова, Евгений Кармазин из Харьковской области для телеканала Фрида.